Президент Турции Реджеп Таип Ардаган заявил о готовности приступить к строительству канала Стамбул. Новая водная артерия станет альтернативой Босфору и позволит увеличить транспортный поток между Черным и Мраморным морями. Как Турция планирует реализовать этот амбициозный проект, спросим у Елены Волосюк. Елена, доброе утро. Когда собираются начать грандиозную стройку? Доброе утро. В конце прошлого года правительство Турции представило окончательный проект будущего сооружения. А вообще идея построить дублер Босфорского канала впервые появилась в Османской империи еще в 16 веке. Султан Сулейман Великолепный даже озадачил главного архитектора Османов разработать проект будущей стройки. Но реализовать его не удалось из-за нехватки ресурсов. Спустя много столетий партия Эрдогана вернулась к этому проекту и начала изучать его перспективы. А в 2011-м о намерении построить канал Стамбул объявил сам Эрдоган. В 2013-м году Министерство транспорта Турции сообщило о готовности теоретического обоснования проекта. Однако старт строительных работ на протяжении последних лет постоянно откладывался. И в прошлом году, наконец, был представлен окончательный проект. Предполагается, что канал будет прорыт на западе Стамбула. И водная артерия разделит город на три района. При этом исторический центр и деловые кварталы превратятся в остров. На берегу планируется построить современные жилые комплексы, которым будет проведено метро. Протяженность нового канала составит 43 километра. А проектируемая ширина порядка 400 метров, а глубина около 25 метров. Стамбул планирует проложить параллельно Босфору. Таким образом, новый канал станет альтернативой. Босфору, который сейчас перегружен и с трудом справляется с транспортным потоком. В сутки по каналу Стамбул смогут проходить 150-160 грузовых кораблей. Собственно, столько же, сколько сейчас пропускает Босфор. Правительство Турции рассчитывает потратить на строительство канала от 4 до 10 миллиардов долларов. По независимым оценкам, потенциальные затраты могут возрасти до 20 миллиардов долларов. Кроме этого, придется возводить дополнительную инфраструктуру, например, мосты через новый канал. Но, судя по расчетам, затраты должны быстро окупиться. Ожидается, что за счет транзита грузов Стамбульский канал будет приносить турецкую казну порядка 8 миллиардов долларов ежегодно. Естественно, уже появились противники строительства в лице экологов. Они считают, что водная артерия разрушит экологический баланс в регионе и приведет к повышению уровня сероводорода в Мраморном море. Для жителей Стамбула это может обернуться постоянным неприятным запахом, а для экосистемы – гибелью отдельных видов морской фауны. Правда, пока экологии потенциально угрожает именно чрезмерная нагрузка на Босфор. Из 56 тысяч судов, которые проходят ежегодно по Босфору, 10 тысяч – это танкеры, которые перевозят в сумме 145 миллионов тонн сырой нефти. Авария танкера в этом проливе, который делит 13 миллионов Истамбул на две части, может привести к экологической катастрофе для города. Да и такое уже случалось в 1979 и 1999 годах. А происшествия в Босфоре случаются регулярно. Ну и еще один важный момент – как реализация этого проекта отразится на России? Мнения есть разные, но многие эксперты видят в новом канале больше плюсов, чем минусов. Что-то проектом отвечает интересам России, абсолютно отвечает, абсолютно. Порядок прохода судов через Босфор и Гордонеллы, он ведь в свое время был продиктован западными державами. Это не турецкая совершенно, то есть турецкая инициатива здесь, по большому счету, Турция просто приняла те правила игры, которые ей были продиктованы. И вот она спустя сто лет заявляет – нет, мы будем выстраивать свои правила игры. Выгодно ли это России? Я полагаю, что да, потому что Россия будет договориться с Турцией. Завершить строительство канала Стамбул планируется к 2023 году, как раз, Андрей, к столетию Турецкой Республики. Спасибо. О планах Турции построить новый канал, соединяющий черные и мраморные моря, рассказала Елена Волосюк.